МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте. Сегодня в эфире. Новоизбранный президент Республики Западной Армении Лидия Маркусиан представила годовую программу деятельности. Приседатель Национального совета Западной Армении посетил Таллин. Приглашаем на собрание права армян Арцаха. Национальный совет Западной Армении приглашает на мероприятие, посвященное памяти Мисака Мелинэ Манущан, инициатива Союза журналистов, конференция в Европейском парламенте, посвященная культурному и духовному наследию Арцаха, в память Аяшари Кемали. 21 января состоялось заседание правительства Западной Армении. Заседание вела новоизбранный президент Республики Западной Армении Лидия Маркусиан. Президент представила годовую программу правительства. Лидия Маркусиан отметила, 6 марта 2024 года мы вспомним закон о признании автономии Арцаха от 2024 года. 21 марта отметим армянский Новый год Западной Армении. 24 апреля 2024 года вспомним генацист, совершенный тремя сменяющими турецкими правительствами против коренного армянского народа на оккупированных территориях Западной Армении с 1894 года по 1923 год. Председатель Национального совета Западной Армении Арминак Абрамян в сопровождении правительственной делегации отправился в Таллинн, чтобы встретиться с новоизбранным депутатом Ованесом Давтяном и командой. Визит дал возможность укрепить связи с депутатом и обсудить дальнейшие действия в регионе. Стоит отметить, многие армяне, живущие в Таллиннском районе, уроженцы Сосуна, Западной Армении, переселившиеся в Таллинн после совершенного против армян геноцида. Лазаннский договор 1923 года предусматривал создание армянского национального очага в Западной Армении в границах, установленных президентом Вудро Вильсоном, но в результате незаконных сделок между кемалистами и советами очаг был перенесен в Таллиннскую область. Важность визитов заключалась именно в этом. Правительство Республики Западной Армении и Организация Земляческий союз Шуши приглашают принять участие на собрании права армян Арцаха. Уважаемые арцахцы, правительство Республики Западной Армении и Организация Земляческий союз Шуши приглашают принять участие в собрании права армян Арцаха. Собрание пройдет 27 января в Ереванском офисе Республики Западной Армении адрес Агатан-Гехос 2.2. Начало собрания в 11.00. В ходе собрания будут обсуждены детали подачи исковых заявлений против властей Баку, составленных на основе жалоб армян Арцаха и процесс, проходящий в Европейском суде по правам человека. Напомним, насильственно перемещенные лица из города Шуши в результате 44-дневной войны 2020 года обратились к правительству Западной Армении и уполномочили председателя Национального совета Западной Армении господина Арменака Абрамяна обратиться в Европейский суд по правам человека для защиты своих прав. Национальный совет Западной Армении и Ассоциация армянских ветеранов приглашают вас на мероприятие, посвященное памяти Мисака Эмилины Манушан. Тема мероприятия «Дух сопротивления во Франции». Встреча состоится 15 февраля в 15.00 в Доме ветеранов. Адрес «Принципар Пастер 12 авеню». Главный докладчик – первый президент Республики Западной Армении Арменак Абрамян. Мероприятие состоится в соответствии с объявлением. У Союза журналистов Турции уже традиция – чтить память журналистов, убитых в их стране. На протяжении восьми лет, через день после годовщины Гранта Динка и за день до годовщины Ур-Мумчу, 23 января почтили память журналистов, убитых в их стране. В этом году эта традиция была продолжена в союзном центре. Председатель Союза писателей Пен Зейнаб Орал, руководитель Союза писателей Турции Камиль Текин Сурек и редактор на армянский язык газеты Акос Баграт Эстукян. В своем выступлении Муниар, помимо Ранта Динка и Ур-Мумчу, также упомянул другого журналиста Метин Геттёпе, погибшего в январе. Докладчики также говорили об этих именах против журналистов за преступления, совершенные в стране, которые становятся все более распространенными из-за отсутствия свободы слова и самовыражения. Также были затронуты основные изменения в прессе за последние десятилетия. Обратившись к размещенному на стене зала названию «Турецкая пресса – единый голос нации», приписываемый президенту-основателю страны, Эстукян показал, что ситуация довольно изменилась. И это название следует читать в следующей форме. «Турецкая пресса – единый голос власти». После трех докладов присутствующие имели возможность сфотографироваться и лично пообщаться с диссертантами. 24 января в Брусселе состоялась конференция под названием «Сохранение культурного и духовного наследия Арцаха», организованная по инициативе Европарламента. С выступительной речью выступил чрезвычайный и полномочный посол Республики Армении в Королевстве Бельгия, глава представительства Армении в Европейском Союзе Тиграм Балаян и депутат Европарламента Мириам Лексман. О политике Баку по нападению на армянские святыни, уничтожению исторических и культурных ценностей, а также о срочности шагов, которые международное сообщество должно предпринять в этом направлении, с докладом выступил директор Центра первопрестольного Эчмиадина Гарри Гин Амбарцумян. В своем докладе он призвал защищать культурное и религиозное наследие Арцаха, уважать свободу религии и убеждений, закрепленную в ряде международных договоров, а также представить возможность представителям оценочной миссии ЮНЕСКО посетить Арцах и задокументировать статус памятников культуры. На конференции с докладами также выступили генеральный секретарь Международной общественной организации по защите культурного наследия Европа-Ностро ЦНЕСКО Кведвик Михайлович, эксперт по культурному наследию Арцаха Армена Тигранян из историко-культурной общественной организации БНОРАН и профессор Левенского университета Пьер Даржан. В городе Ван в Западной Армении состоялась конференция, посвященная писателю Яшару Кемалю. Отметим, родители Яшара Кемаля родом из Арчеша, расположенного у озера Ван. После того, как в 1915 году русские войска вошли в Ван, они поселились в Адане, где в 1923 году родился Кемаль. Благодаря усилиям Яшара Кемаля в 1951 году план турецких властей по уничтожению армянской церкви Сурбхач в Ахтамаре был приостановлен. Общеизвестный факт, что турецкие правительства хотят уничтожить армянское существование. Его заявление о том, что человек занимает столько же места во Вселенной, сколько его сердце, а не тело, отражает мировоззрение Яшара Кемаля. Получив множество наград в Турции и за рубежом в Турции, подвергся критике после того, как в 1984 и 2011 годах получил Орден Почетного легиона Франции. Его объявили, что он поддержал Асала и принял награды Франции, принявшей закон, криминализирующий геноцид, совершенный против армян. Сегодня в Турции многие открыто говорят, что не разделяют политических взглядов Кемаля, но признают, что он является одним из толпов современной турецкой литературы. Кандидатура Кемаля неоднократно выдвигалась на Нобелевскую премию. После того, как Орхану Памуку была присвоена Нобелевская премия, многие связывали это с признанием геноцида, совершенного против армян. И писали о нем, отмечая, почему Нобелевскую премию не получил Яшар Кемаль, которого называют писателем, не получившим самой большой Нобелевской премии. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok